Heavy Metal в вашей хате, дорогие друзья. У нас сегодня необычное видео. Мы решили распаковать прямо с вами зубную щетку Meizu, потому что ну что тут делать обзор, господи. Берешь так вот и чистишь. Чистишь прямо коробочкой. Да, поэтому, друзья, мы вот смогли заполучить вот эту щетку. Мы же обещали, когда говорили, что Meizu представила кучу всего интересного. Поэтому сейчас будем разбираться, что и как. Давай, Денис, открывай. Да, я вот уже узнал и посмотрел, как делают распаковки профессиональные блогера. Знаю, что у них есть фирменные инструменты для распаковки. В нашем случае это будет чайная ложка. Как видите, она неплохо царапает. Если ты был топовым блогером, то тебе понадобилась бы помощь профессионала. О, господи, нет. Пин-код моей карты 666. Мы, надеюсь, вырежем это потом. Так, я вскрываю. Так, так. Что пока можно сказать? Я скажу, что пленка режется. Плёнка хорошая, но она такая, знаете, по пальцами не порвешь. Ну, то есть можно заказывать на Олежке, да? На Олежке хорошо заказывать. Кэшбэк отключил и погнали. Коробка есть. Коробка есть. Как открывается, как книжка. Ничего себе. Подмагничено. Блин, вот чувствуется, да, вот какую-то магию. Опа. Давай покажем. Вот это вот. Вот это реально монументальная конструкция. Тут есть такая красивая бумажка, смотри. Ну ладно. Плавливанца. Ну, что поделать. Мейзу нас любит, мы любим Мейзу. И вот как бы вот такая вот щетка. Ну, это не совсем пока щетка. Тут большая инструкция. Ну, возможно, некоторым хватит этой части, если ты понимаешь, о чем я. Смотри, карточка какая-то. Тут есть, наверное, и кин-код. Наверное, тоже 666. Знаешь, некоторые люди падают в душ на очень странные вещи. Так, у нас две насадки. Две насадки. Это хорошо, то есть, типа, для двух человек, да. Цвет они одинаковыми. И зарядка. Зарядка беспроводная. Вот так. Ну, да. Вот так, да. Провод при этом все равно есть. Ну, ладно. Провод есть, провод USB. Прекрасно. Мы распечатаем одну. Да. По поводу зарядки сразу скажем, что ее должно хватать в теории на месяц. Если бы мы снимали видео длиной месяц, то мы могли бы это проверить. Но, опять же, как сколько раз чистить в день? Два раза или один? Это вопрос. В смысле один? Возмущение. Ну, я не знаю. Так, есть характеристики? Тут есть на коробке. Ну, характеристики, да. Они, в принципе, здесь тоже есть. Есть четыре режима щетки. Это сенситив, массаж, полиш и вайт. То есть, отбеливание для чувствительных десен, массажное. Ну, это не полировка. Полиш, я считаю, это польский. Возможно, у поляков просто есть какой-то свой польский метод чистения зубов. Может быть, без насадок. Может, он подразумевает просто поход в душ. Ну, в общем, он есть. Снимаем. Да. Прекрасно. Кстати, режимы переключаются. Тут есть подсветочка. Все очень красиво. И прозития заявляет, что вот этих оборотов моторчик совершает 32 тысячи минут. Это очень здорово. Вообще, хочу обратить ваше внимание все-таки на то, что Meizu делает одну очень прикольную вещь. Она реально неплохо работает со шрифтами. Вот это видно, в общем-то, даже и в оффлайме. Особенно, когда регулярно сравниваешь с какими-то другими телефонами. Там, смотрите, когда одевать эту насадку, там есть прорези. Нужно попасть, правильно? Потому что можно сломать, да? Не сломать, да. Ну, вот здесь вот сладочка вот такая. Ну, вот. И мы потом возьмем крупным планом. Действительно, вот щетка выглядит очень эстетичной. Вот эти вот все надписи и инфографика выкругленько, она реально приятная. Это, ну, блин, это плюс, потому что такая техника должна выглядеть хорошо. Да. Вопрос теперь, почему тут USB? То есть теперь у меня в ванной должна быть USB-розетка. Ты просто к ноутбуку будешь относить раз в месяц и готово. По всей видимости, так. Так, смотрится, мне нравится. Так, включаем. Ой. То есть при контакте? Да, при контакте она будет как-то реагировать. Очень интересно. Так, но вообще, строго говоря, за что мы любим, а может и не любим. Сейчас мы узнаем щетку Meizu. У нее есть какое преимущество? Она не разбрызгивает зубную пасту. По крайней мере, нам так говорили на презентации. Поэтому реквизит. Реквизит. Так, давай. Паста детская. Все-таки зубные щетки тестировать приятнее, чем туалетную бумагу. Помните видео? Так. Слушайте, но она реально не разбрызгивается, да. Ну, возможно, когда мы уже прикоснёмся... Ну, там уже будет во рту все происходить. Да, но, в принципе, все логично. То есть вот этот датчик... Ну-ка, давайте попробуем. Даже так... Даже... Она вся остается, собственно говоря, на щетке. Да, но самое интересное, что есть датчик прикосновения, наверное, который как раз позволяет и не разбрызгивать. Ну, действительно, очень интересно. Даже в руке, когда включаешь разные режимы, ощущаешь разную вибрацию. Массажное, кстати, очень прикольно. Да. Вот чувствуется, что оно будет вот так десно. У кого проблемы с деснами, действительно, очень крутое решение. Ну, в целом, все, конечно, щетка мне нравится. Не соврал. Я еще отмечу, что обычно вот щетки я ребенку покупал, щетку... Электронную, да. Ну, и вообще другие, если мы говорим там Philips, Oralby, другие. Там вот щетинка, она просто кругленькая, маленькая. Да. Да. А тут более привычная для нас, более широкая. То есть, соответственно, будет более... Ну, большая площадь чистится и... Ну, то есть... Да, такое... А у тебя было много электронных зубных щеток, да? Одна. Одна. У ребенка. Я не могу себе позволить купить щетку за 20 долларов. Но, если бы ты ее покупал с кэшбэком, то наверняка бы смог. Конечно. Таран-тарантан. Небольшая нативочка. Ссылочки будут в описании, потому что кэшбэк реально помогает экономить. И даже если вы покупаете с мобильного телефона через там приложение Aliexpress, например, все равно кэшбэк работает. Надо только установить будет приложение еще, собственно говоря, кэшбэка. Вот, там, на сайте кэшбэчника нашего посмотрите, да. Все реально и все прекрасно экономится. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели нашу распаковку щетки. Да. Мы не знаем, какие тесты практически нужно применять. Мне кажется, было бы не эстетично, если бы мы тут сейчас стали зубы чистить. В принципе, и так понятно, что у вас не будет зеркала в зубной пасте, не будет кафель вокруг зубной пасти. Да. Все будет, как бы, очень даже прилично. Все будет удобно. Большая щетина щетки. Месяц работы. Действительные режимы работают. Есть, ну, такой сенсор прикосновения или датчики. Не знаю, как правильно сказать. Ну, действительно, все прикольно. И самое главное, что раз Meizu начало заходить, наверное, как рынок, то мы можем сказать, что будут еще другие аксессуары, если Meizu пойдет по пути Xiaomi. Ну, да. Может тоже и туалетная бумага в подвале. Может быть и чайничек какой-никакой. То есть мы реально ждем туалетную бумагу Meizu и чайник Meizu. Да. Ну, это точно повод подписаться, дорогие друзья. И никогда больше не переключаться. Это на следующем канале есть все и даже обзоры зубной счет. А возможно, еще электробритва подъедет, если вы напишите в комментариях, что вам это интересно. Но бритва уже будет не Meizu. Или машинка для стрижки. А она универсальная, там все будет. Мы тебя побреем полностью, будешь как ребенок. Прекрасно. Потом я выкину, наверное, эту машину. Ну, на этой мажорной ноте мы заканчиваем. Не переключайтесь. Пока.